Контрнаступ Зеленского номер два. В него пойдут студенты, частично раньше негодные, ну а также могут снизить возраст призыва до определенной цифры. Кстати, а где прошлое штурмовые бригады и войска обученные на западе? Потому что помните у Зеленского было гвардия наступления, гвардия контрнаступления, штурмовые бригады, лючь, ну то есть ярость, кородах, ну то есть аналогия типа с крымским одним из очень известным объектом природным, что чуть ли не парадным маршем собирались пройти и перелезать сухопутный коридор, где эти все бригады штурмовые и где те войска, которые обучались в Британии, Германии, Испании, Франции, почему-то об этом Зеленский не сообщает. Но он говорит о том, что нужно справедливой мобилизации. Но когда вам говорят о справедливой мобилизации, я думаю, все прекрасно понимают, что речь со стороны Зеленского идет о ужесточении или расширении той самой мобилизации. И сейчас уже, как вы видите, Анна Моляр заявляет о том, что непопулярное решение по мобилизации, еще различные военные у себя в различных интервью это заявляют. Ну и, конечно же, Зеленский рассказывает предварительно, есть информация, как, собственно говоря, расширится призыв и будет, наверное, гвардия номер два, так называемого контрнаступления. Не знаю, как ее, конечно, назовут. Студент, наверное. Еще какие-то названия придумывают соответственные. Но давайте все-таки посмотрим, какие категории Зеленский хочет мобилизовать. Итак, счастливые отмены отсрочек ждут следующей категории граждан. Те, кто, значит, получающие второе или третье высшее образование, то есть студенты, подробности законопроекта некоторые приводят, соответственно, люди Зеленского, в Раде планируют ввести новое правило мобилизации и демобилизации. Главные изменения, которые могут произойти в мобилизации. Более активное участие ОВА и нацполиции в мобилизации, то есть областные, администрации, районные, ЖЭКи, нацполиция тоже будет мобилизировать. Местные власти и предприятия должны осуществить контроль за пребыванием лиц в ЦК. То есть работодатель должен привезти своего работника, а также местные власти. А это касается, конечно, и районных РАД, но любой представитель. То есть глава сель Рады может тоже привезти призывника. Предоставление военкомам возможности проверять у военнообязанных мужчин документы, удостоверяющие личность и военные учетные документы везде, где только можно. Отмена ограниченной пригодности, то, что я говорил, будет контрнаступ ограниченно годных. Вроде как будет только две категории, значит, либо пригоден, либо непригоден. И вы понимаете, что список непригодных будет очень маленький, а вот список пригодных очень большой. Отмена отсрочки от прохождения службы для лиц, получающих второе или третье образование. Потому что количество тех, кто получает второе или третье образование, сейчас высшее в Украине, выросло в три раза. Но злые языки из окружения Зеленского поговорят и о студентах. Студентах дневной формы, потому что возраст призыва тоже хотят снизить. Ну а на этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.